Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня вторник, 12 мая, выпуск номер 37. Всем привет. Не ошибся, вроде сегодня в дне недели, в числе, так получилось, что у нас вторую неделю подряд в понедельник нет времени сильно записывать, поэтому во вторник, но я уверен, что мы выровняемся на следующей неделе. Да всем комфортно, я уверен, по-любому, во вторник вообще нормально. В понедельник еще все отошли там еле-еле. Воды у всех еще отошли еле-еле. Воды, да. Из разных мест. Ладно. В общем, громкие темы у нас сегодня такие, поговорим про объединение, точнее про переименование ODesk в Upwork. Так, потом будем сильно ностальгировать по поводу нашего обучения. Да, нас много раз просили, мы причем много раз говорили, но повторимся, что ли. И поговорим про Apple. Все, можете отключаться, я тебе не хотел это слушать. Нет, про Apple будет одна темка, поэтому погнали. Погнали. Давай, как обычно, начнем все-таки с нашего любимого, не спонсора, партнера SmartApe. SmartApe.ru, то есть сайт, на котором находится, как сказать-то, как сказать-то, сервис хостинга, да, нашего любимого, который сейчас проводит акцию 50% скидку на безлимитный хостинг. Если вы зайдете по нашей ссылке в описании, зарегистрируетесь, все сделаете, там, зайдете в товары-услуги, закажете себе услугу безлимитный хостинг, то при вводе нашего промокода получите 50% скидку на первые полгода. Поэтому, блин, ну круто, правда, да? Мне до сих пор башню рвет. Я вот каждый раз перед подкастом пью валерьяночка, чтобы вот на этом месте меня не трясло, как бы ножки не сдвигались вместе и вообще. Да, короче, пробуйте. Да, обязательно попробуйте, а мы попробуем перейти к нашим темам. Что, Никита, ты нам скажешь про вот этот вот Upwork, вот это вот, все перетрубации я это назову? Короче, знаешь как? Вот, во-первых, мне не понравилось, как обычно, классические громкие заголовки, типа, знаешь, Odesk умер. Вот, ну не надо так говорить, ну просто Odesk сделал ребрендинг, грубо говоря. То есть нельзя сказать, что там пенка умерла, она просто стала пенка фреш, ну грубо говоря, да? То есть, ну это тупо. Но мы же с тобой понимаем, зачем это делается. Это клики. Это как вот эти классические заголовки «Центробанк опустил курс доллара и евро на 2 рубля». А на самом деле просто как бы, ну рубль вырос в сфере заявлений Путина туда-сюда, биржевые дела. Но «Центробанк опустил курс доллара и евро на 2 рубля». Прям взяли и опустили сами. Конечно, в криминальном смысле. Ну вот, вот эта биржа для фрилансеров Odesk переименовалась. Она была, причем Odesk Yelans, как бы Yelans, я не знаю как. Вот. И она переименовалась в Upwork. Стала Upwork полностью с новым дизайном. Типа под мобилочки. Так скажем. Под, в общем, типа будет, типа будет там приложение. Оно уже есть. И оно уже на iOS и на Android есть. И они его будут дальше усовершенствовать. И вот именно для новых, как бы, для новых нововведений. Для нововведений они сделали этот, как бы, ребрендинг. Причем перед этим многие там умы, я думаю, которые там в верхушке, могли догадываться. После того, как они поставили нового CEO, они поставили какого-то там чувака нового. Он, видимо, уже так и хотел курсом на Upwork. Хотя, наверное, так быстро дела-то не решаются. Даже надо было им целый дизайн сделать новый. Ну, они вот обновились. Фу, обновились. Объединились год назад. Odesk и Yelans. И я так понимаю, год назад уже были, поговаривали в курилке. Да, да, да. Что надо бы Upwork. Надо бы расширяться, короче говоря. Вот. И вот новый CEO. И погнали новый сервис. Типа новый сервис. И, значит, что будет нового для фрилансеров наших любимых? Кто, скорее всего... Да ладно, че? Много украинцев, скорее всего, фрилансеров сидит на... Ты что, начальник-то сразу решила опустить. Сейчас не будут слушать никто и смотреть. Не, ну, просто... Просто... Ну, это реальный способ заработать. Просто не выходя из дома, так скажем. И не вникая, что вокруг происходит. Не вникая в окружающий обстановок. В окружающий бардак. Ну, не важно, че. Но просто, как бы, чтобы не зависеть от каких-то внутренних политических ситуаций. Ты слышишь ситуацию? У нас как раз будет в конце... Мы из iTunes'а зачитаем наш новый отзыв. Я так смотрю, он прям... А, я слова не могу даже подобрать. Правдив оказался. Ну ладно. Ну ладно. Окей. Короче говоря, че будет нового в Upwork именно как сервисе? Во-первых, будет ускоренный найм. Я не знаю, раньше, видимо, был медленный найм. Но вот теперь фрилансерам можно будет легко указать, что я, типа, свободен. И любой работодатель, клиент может увидеть это, проинтервьюировать его и погнать работать с ним. Потом, значит, улучшенное взаимодействие. Это коллаборация. Да-да-да, улучшенное взаимодействие. Значит, они хотят вести... Это причем самое громкое, как я понимаю, нововведение. Хотят сделать чат вместе даже с видео. Такой чат, как Slack. Мы вот рассказывали про него. Вот, типа, как Slack, чтобы команды, прям командами, можно было прям комнаты создавать. Там будет куча фрилансеров у вас сидеть. Вы будете с ними обмениваться какими-то файлами. Даже видео вырубать там и так далее. Короче говоря, целое дело, опять же. Ну, это, к слову, заголовка. Upwork представляет убийцу Slack. Да-да-да-да. Вот именно так, да, звучало. Команды большего размера. Видимо, раньше можно было там какое-то ограниченное количество. Сейчас будет много народу, прям много фрилансеров объединяться, может быть. Профессиональный рост. Ну, профессиональный рост, я так понимаю, и раньше были всякие там значки, всякие рейтинги, как мы знаем. Но сейчас, видимо, уже ты там будешь просто командовать парадом, если ты крутой чувак. Ну, происходит классическое укропнение. Как во всей Европе в течение 100 лет был переход из деревни в город. Машинный труд, объединение, трактора. У нас там за 5 лет коллективизацию все сделали. Вот это коллективизация фрилансерская происходит. Ну, причем они говорят, что они будут сосредотачиваться только на фрилансерах, вот IT-фрилансерах. То есть не будут уходить там какие-то там, не будут, как вот, как написали freelancer.com. Типа они там уже нанимают домработниц там и так далее, а эти только вот на IT-фрилансе. Поэтому, поэтому да. А знаешь, что я хочу сказать еще? Они готовят, возможно, uphousekeeping.com. Там будут уже сосредотачиваться все-таки на латинских домработницах. Ну, вообще, у них в планах, конечно, еще, как обычно, захватить мир, гитхаб туда встроить, чтобы там все было удобно. Google Drive, Jira. Ну, и да. Ну, вот в Slack-то уже все встроено. Так что, что-то они такие. А что, ты там можешь только, как бы, я так понимаю, а не интеграцию с гитхаба какая? Ну, интеграция есть, тебе прилетает. Если коммит какой-то был, тебе в чат можно сделать, чтобы прилетало. Что-то какой-то чувак закоммитил такое-то, то-то. А-а-а, ну вот видишь. Ну, то есть... Ну, да, очевидно, что они как-нибудь по-другому это сделают. Может быть, какое-то управление репозиториями через API в другом дашборде, вот в этом апворковском. Сделать-то можно чего угодно, мы же с тобой это понимаем. Там очень богатый API, поэтому... А, кстати, Slack-то же не бесплатная штука. Ну, крутой Slack, когда там больше 10 тысяч, большие команды, да, он платный. Не, я имею в виду не open source. А-а-а, конечно, это проприетарная вещь. Мне почему-то так кажется. Какие нахрен open source? Ну, вот вдруг они поркнули. Да нет, зачем? Я не помню, на каком языке Slack написано. А, ну это веб, это вебка. Ну, хотя нет, не важно. Я не помню, на чем бэкэнд крутится. Вдруг здесь у них на Ирланге что-нибудь написано. Супер-супер устойчиво. Их не опрокинуть ничем, ни молотком, ни наковальней. Тысяча тонн. Может быть. Я думаю, они вряд ли поркнули. Хоть что-то же они должны как-то чем-то отличаться для, именно для айтишников. Они, в конце концов, для айти-фрилансеров это делают. А их-то не проведешь. Ну да. Да, кстати говоря, напишите, кто зарабатывает хотя бы что-то там, или хотя бы зарегистрировано. И хотя бы просто интересуется апворком вот этим. Потому что говорят, что в первые дни, естественно, все лежало, естественно, все ничего не работало. Потеряли ли вы свои миллионы? Да, да. Которые могли бы. Примерно как у чуваков, которые фармом в Ове занимаются, когда Дренор вышел. В гарнизоны нельзя было заедать. У всех работа встала. Да. Без завтраков остались, скорее всего. Да, да, да. Без завтраков, которые вкалочим дают. Да, нельзя было. Я не помню, как там... Черт, я не подготовился. Я не помню, как стартовые растения называются и руда в Дреноре. Надо подготовиться, похоже, ты имеешь из-за... Скорее всего придется, да. Как-нибудь это решить вопрос. Но вот биржи, цены биржи выросли у этих товаров в тот момент. Потому что даже, ну там, плохо все было в первые дни. Угу. Так, переходим к следующей нашей теме. А следующая наша тема у нас... Adobe Muse? Да. А то у нас на доске и в Slack разные списки. Блин, надо бы представить. Да, Slack. Фу, какой Slack. Adobe Muse. Ага. Adobe Muse. Нас спрашивают. Сейчас покажу, где спрашивают. По-моему, на YouTube. Да, нас часто спрашивают. Я бы так, когда назвал рубрику. Ребята, больше мнение насчет Adobe Muse вебфлоу. Может, небольшой подкаст, плюсы, минусы. Многим интересно, думаю, thanks. Охренеть. Барух Бабаев спрашивает. Ну, это еще 6 дней назад было. Я сказал, что я типа себе записал, запомнил. Вот я записал и запомнил. Что такое Adobe Muse? Это, знаешь, вот как Dreamweaver, будем говорить. Но только не Dreamweaver. Или как Photoshop. То есть это Adobe-овский продукт, в которых ты... Давайте посмотрим небольшой видосик. А ты сейчас, когда говорил Dreamweaver, ты это как, окрашивал чем-нибудь свое? Негативным. Только, лишь. То есть здесь ты делаешь несколько страниц. У тебя они как артборды в иллюстраторе сделаны. И ты в редакторе накидываешь шрифты, блоки и так далее. Потом жмешь экспорт, и он тебе экспортирует HTML-ку с assets. То есть, грубо говоря, ты получаешь себе статический макет того, что ты сделал. Здесь-то выглядит красиво. Здесь чувак кудрявый в очочках. Как нам это... И это девушка, да? Да, мне так кажется. Тем более. То есть, видишь, у них можно сразу оплоднуть отсюда, хоп, протестировать на... Что это у них? Пятерочка, шестерочка? Нет, шестерочка. Справа кнопка. Вот так, да. То есть, ну... Подожди, а если я умею уже пользоваться инструментами от Adobe, мне легче будет? Ну, само собой, конечно. То есть здесь большинство компонентов похожие. Хотя многие, типа, текстовые компоненты расширены. Например, по сравнению с Photoshop, чтобы там было более удобно. Нужно сортировать, что ты их выбирать. То есть тут у них... Ну, у них здесь написано это Edge Web Shift Edge. То есть вот этот компонент у нас в Photoshop чуть-чуть отличается. Но, например, таких крутых фич, как в InDesign для верстки текста здесь нет. То есть, ну, ты сам понимаешь, что они все равно чуть-чуть отличаются, эти продукты. Но в целом, в целом будет ясно. Ну и чтобы вы понимали, Adobe Muse это просто, ну, это рынок. То есть сами Adobe занимаются, ой, зарабатывают на обучении. Вот вы не понимаете? Казалось бы, ну, может быть, понимаете. Короче говоря, они... Блин, где же это здесь-то? Обучение и поддержка. Короче говоря, они тренинги проводят, как пользоваться Muse, на этом тоже зарабатывают. Кто-то уже сделал CMS-ки вокруг Muse, чтобы было удобно вот эти статические макеты, которые Muse выдает, потом менеджить контент. То есть, ну, всякое делают, всякое делают. И... Подожди, у меня, значит, не должно быть ни PSD, ничего. Я просто взял с нуля. Да, 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 да. Ты на blank canvas, на пустом белом месте. Накидал? Накидал, да. Отсортировал. Отсортировал. Отсортировал просто и все. Ну, типа того. Понятно. Вопросы о том, как вообще... Ну, все мы знаем, что вообще с этими редакторами. Вот здесь на тостере AlexSX061 спрашивает, сильно ли Adobe Muse CC мусорит в код? Именно CC. Да, видимо, CS6 не сильно мусорит, а вот CC, скорее всего, начал. Вот прям, раз это, распоясался. Есть человек, который отдает сайты даром. Но там весь код страниц на Muse CC сделан, натянут на CMS, чистит их долг. Вопрос задан более года назад. 5991 просмотров. Так. Отдает сайты даром? Зачем? Нормально. Вот что это? Нормально это... Нормально мусорит, видимо. Видимо, да. Ну и вот Кирилл Пополов. Да не важно. Не знаю, да. Последнее мое знакомство с Muse, видимо, с группой, закончилось на том, что он выдавал стиль и вида класса. Вот почему у него класс D59 называется. А, ну, собственно, видимо, Muse такой выдает. А, я думаю, это дроиды какие-то, он там уже Star Wars. Скорее всего. Позишн Абсолют, топ-49, ста ЛФ-100. Ну, то есть то, что мы и ожидаем. А также много трансформаций и прочего непотребного. Хотя, может быть, я просто не разобрался, как его готовят. Мы Абсолют ожидаем, да, Позишн? Ну, я вот от таких редакторов их ожидаю. Нет, это да, это да. Вот я только об этом. Что чудо не случилось, это все равно такое же говно, как и все остальное. Нет, ладно это. А количество дивов? Я думаю, оно прям вот симметрично позишн Абсолютом. То есть, ну, это бред. Я бы не использовал ни при каких случаях. Есть несколько альтернатив платных. Например, Макоу, Макао. Все его знают, надеюсь. Ну, по крайней мере, слышали. Я сто тысяч раз слышал. Это приложение. Платишь за приложение один раз. Здесь все примерно то же самое, только типа круче, но на самом деле, наверное, не круче. Погоди, а чем вообще это плохо для нашего любимого интернета, если здесь будут все сайты на Мьюз делать? Да ничем, на самом деле. Какая разница? Ты же понимаешь, что они будут дерьмово оптимизированы, они не будут адаптивными. Ну, какие нахрен позишн Абсолют и адаптивность на телефон? Да, да, оптимизация, значит. Всего они просрали в Гугле по ранжированию, и никого эти сайты не тронут, потому что их не увидит никто. Ну да, то есть, да, да. Это, ну, как бы, это такой свой небольшой рыночек говносайтов, и почему бы и нет? Это, знаешь, рыночек между чем? Это рыночек между теми, кто сами пишут, и рыночек между теми, кто уже покупает готовые темки. Да, да. И уж лучше, честнее, по-моему, покупать готовые темы. Да, кстати, да. Потому что вот это такой нищебродский способ. Но на самом деле, в оправдании таких тулзов есть еще Webflow, это подписочный сервис, ты здесь за него платишь, и он у тебя кроссплатформерно в браузере работает, то же самое примерно делает. Так вот, это нужно для дизайнеров, которые кодить не умеют. Если у вас большая Enterprise команда, то может быть вашим дизайнером. Хотя нет, если у вас большая Enterprise команда, вам уже удобнее нормальный workflow наладить из фотошопчиков через верстанчиков к программистам. Но если у вас маленькая команда, у вас дизайнер и программист, дизайнеру удобно будет в этом накидать, но вы потом уже будете в дерьме ковыряться просто и делать все по-человечески. То есть, ну, может быть, это будет быстрее, чем он вам будет на пальцах объяснять. Может быть, ему бы здесь удобнее, чем в фотошопе накидывать. То есть, если расценивать это просто как графический редактор, не именно как тулзу для генерации макетов, а как графический редактор с удобным набором инструментов Web-based, то, ну, как бы, может быть, и можно использовать. Вот такое у нас. А знаешь еще кому можно? Вот, короче, есть же такая тема, что, типа, дизайнер, он должен немного все-таки понимать, что дальше будет делать верстальщик. То есть, если он будет рисовать какие-то жуткие макеты, которые потом не сверстать, да, он может перед этим вот накидать вот этого? Ну да, он будет примерно понимать, что можно вообще делать. Да, и что нельзя. Да, и не будет забываться. Но, конечно, в принципе-то дизайнеры, они должны вместе какие-нибудь тренинги проходить с разработчиками о том, какие гайдлайны используются и так далее. То есть, ну, сильно хитромудрого ничего не должно быть, да. То есть, ну, по крайней мере, в рамках команды какой-то, если договорено. Если договорено про хитромудрости, то у верстальщики уже смогут это нормально сверстать, адаптировать, сделать по-человечески. То есть, ну, это вопрос профессионализма и востребованности. При капитализме любого специалиста можно купить. Поэтому был бы спрос, а предложение точно найдется. Поэтому это очень хотелось бы, чтобы у нас был рынок покупателей. Ну, не рынок продавцов, то есть не люди, которые предлагают услуги, навязывали свои условия, а наоборот. Тогда бы конкуренция была намного честнее, и вот все вот это, оно бы просто, ну... Кануло бы в лету? Оно бы не кануло бы в лету, оно бы нашло бы свою нишу, где сайты даром отдают, как вот там на тостер писали. Ну и все. То есть, как-то так. Угу. Ну дальше мы такой... Я даже не знаю, основная эта тема? Или нельзя у нас основные темы выделять? Да, я бы просто и не очень хотел это делать, основной темой, потому что мы реально много раз на этом уже останавливались. Ну давай. Поэтому... Давай поэтому попробуем на ней сильно не сидеть, чтобы все не затухли. Хотя что там затухли? Они уже затухли на смарт-тейпе. Да, скорее всего. И на объявление о том, что мы про Apple опять будем немножечко говорить. Ну давай. А, у нас нету ссылок, да, никаких? А, или потом будут? У нас есть ссылка одна, но мы как бы... Ну давай. Я вот сейчас сверну на рабочий стол. Короче, тема называется... Нам задали вопрос на... Я не знаю где. В какой-то социальной сети. Мы это не придумали. Она на ютюбе? Давай попробуем найти. Да, причем... Ты записал ее как... Поностальгировать, где мы учились. Да, не могу сейчас здесь найти, по какому это ключевому слову, где сами... А по-моему, он на ВКонтакте. Чувак спрашивал, типа, а вот интересно было бы, как сами юлебдизайн учились там, все такое. Ну вот что-то подобное, да. Где-то в комментариях к какому-то из подкастов вы говорили, типа, а вот хорошо, что вы сказали, где учиться, а вот вы сами-то типа, че, как? То есть вот типа такого, что-то спрашивали. Ну смотри, давай я зайду, как бы типа издалека, но не сильно издалека. Вот, во-первых, где начали учиться, во-первых, в университете. Это первое. Но после этого, когда уже именно начали учиться, имеется в виду веб-дизайну там, и вот вообще интересоваться всей этой сферой, так скажем, было все, опять же, из-за оптимизации очень хорошей. Начали все узнавать, естественно, гуглить, естественно, гуглить, естественно, узнавать какие-то там, как что-то верстать, самые простые, там, опять же, позишн-абсолюты. И все это нас вывело на Криса Койера, естественно, на CSS Tricks. Ни хрена ты вспомнил. Да, и... Действительно, издалека, вроде издалека, вроде изблизи. Да, да, и опять же, Крис Койер, он и сейчас все еще близкий нам человек, человечек. Но Крис Койер, он как бы стал связью с обучающим ресурсом Treehouse. Да, у него всегда была реклама Treehouse на CSS Tricks, то есть это... Причем, да, действительно, то есть там 5 редизайнов даже назад, он каждый раз что-то придумывал, чтобы она или мигала, или всплывала, или как-то... Он на нее прям делал акцент, то есть они подружились уже очень давно. Хотя есть куча других всяких обучающих, естественно, сервисов, типа lindy.com, причем там еще и больше курсов, и они другие, и всякие разные. И менее душевные. Да, да, но вот именно Treehouse нас так зацепил тем, что... Причем мы сначала отдавали 100% денежек, мы сначала платили за него, сейчас мы, кстати, не платим за него, и только из-за того, что, опять же, сняли видео на нашем YouTube-канале, и все подписываются, и круто, у нас 100% скидка, спасибо вам. Но вот раньше отдавали сколько-то там баксов, не помню, сколько они там просят. 25 за силвер подписку и 50 за гол. Но мы-то с силвер, мы не жировали. Мы начинали, да, с силвер подписки. Так, сейчас, подожди, на какой мы минуте пишем? Мы пишем на 20-й минуте, я помечу, что на 20-й минуте добавить подсказочку про Treehouse. Хотя неоднократно уже это делали, но тем не менее... А знаешь, короче, вот, вот, я просто не то, что хочу оскорбить людей, которые это каждый раз спрашивают, но вот, короче, у меня в седьмом или восьмом классе был период в седьмом, когда у меня не было компа. То есть у меня до седьмого был комп, и типа в седьмом классе не было, потому что он уже там все, там, кулера с дохли, там, и так далее. И в восьмом снова мне его купили, там, за четверки в четверти. Без троек. Так вот, короче, я в это время, точнее, у меня одну четверть всего его не было, и я в это время покупал журнал «Лучшие компьютерные игры», чтобы ты понимал. Вау. И я, короче говоря, из-за того, что я не играл и ничего не делал, я до дыр зачитал этот журнал. Вот просто до дыр. Я не то, что анекдоты там читал, я всю рекламу знал наизусть, там, сфера онлайн. Вот, и, короче, когда начали, опять же, учиться, вот мы когда начали изучать веб-дизайн, так же CSS 3x открываешь, и там, если ты его до дыр не затер, ты не понял, где там чё, ты все узнал, там, да, там, реклама 3хауса, опять же. Вот, так же и мы начали, просто, если ты начинаешь все рыть рогом, у тебя столько просто информации, что ты можешь не спрашивать у тебя веб-дизайн, ты можешь просто в интернете погрязнуть. Ну, да, кстати, это, а при чем здесь за дети тех, кто обычно спрашивает? Ну, как бы, ну, вы же сами можете это найти, грубо говоря. Я думал задеть тех, кто спрашивает, а где подсказки, чё за пыли подсказки? А, ты про эти? Я вот этих людей тоже хотел бы задеть, потому что одно из, один из крутых навыков вообще программистов и так далее, и то, на самом деле, вот, если бы меня сейчас на улице спросили, чему меня научил университет, меня университет научил искать информацию в разных источниках и находить. Меня университет научил находить информацию по тому вопросу, который возник у меня в башке. То есть системный подход, систематизация знаний и так далее. Ещё университет учит учиться и учит находить информацию. То есть он не учит какой-то конкретной специальности, потому что знания устаревают, там, через ты вышел уже за порог, у тебя половина знаний устарела, как когда ты телек купил. Я думаю, они у тебя ещё в университете старые приходили к тебе. Ну, у нас кафедра неплохая была, поэтому не всегда сильно устаревают. Не, ну да, я согласен. То есть, ну, ну вообще, да, примерно так. Так вот, к слову о Трихаусе, тут сейчас вообще какой-то досвидос. Я хотел бы посмотреть на эти... На... На... Ну, чё бы ты говоришь? На рубрики. All Tokens, чё нажать? Так я не понимаю, что они сейчас образуаливают, чтобы ты сразу зашёл, смотрел целый курс. Да, но я точно помню, что можно как-то было и рубрики просто смотреть. Возможно... Да, ну... Смешно сейчас, наверное, нашим слушателям. А, вот они. Понял, наверное, вопрос внизу чуть-чуть. То есть вот вы видите, какие здесь сейчас темы. Ну, Android Business, CSS. Кстати, были совсем не все сразу же. То есть никакого Python, Java, Ruby не было изначально, когда мы только здесь начинали. Был классический набор CSS, HTML, Business. iOS они любили ещё. iOS, Android были сразу, да. И был JavaScript и PHP. То есть, ну, было что-то про дизайн, но не так много, как сейчас. Сейчас у них это уже на поток поставлено, две студии и так далее. То есть тут, на самом деле, можно уже не жить, а только смотреть. Не вылазить. На три хаос, но важно помнить, что если ты смотришь что-то, что не будешь применять, оно забудется очень быстро, поэтому ты впустую потратишь время. Если ты знаешь, что ты будешь работать в следующий раз с таким-то там фреймворком, с таким-то языком или тем-то, тем-то, вот надо в тот момент посмотреть какой-то обзорный курс или что-то ещё, или когда ты уже работаешь с WordPress. Я вот все курсы здесь про WordPress смотрю, несмотря на то, что 95% этой информации я знаю, вот ради этих 5% я готов посмотреть там несколько часов в сумме для того, чтобы вот хоть что-то чуточку новое узнать. Какие-то, причём важна даже не та информация, которую дают, а сколько ещё ссылки, которые он прикладывает. Что типа, а ещё можно посмотреть здесь. И вот некоторые ссылки я вот тоже не знал, то есть это такое. Не, а вот, допустим, сейчас спросят, а вот читать книги. Вот, допустим, здесь есть курс PHP, да? И он же по сравнению с какой-нибудь книгой от Орильи, ну вообще никак. Я хотел, ты меня практически с языка снял. Причём, на самом деле. Так вот, я помню, я в институте на парах читал книжки от Орильи, Орайли. Как, кстати, именно это издательство пришло нам? Это опять же Крис Куэр, не дай бог. Я не вспомню сейчас. Возможно, ответы на стек оверфлоу. Возможно... Ах ты, блин, это интересные вопросы, я не знаю. Ну и ладно. Ну, очевидно, что в каких-то блог-постах, когда мы гуглили, было, что типа, можно почитать там-там. Нет, там было, скорее всего. Извините, а как написать цикл? Так, иди, читай книжки от Орильи. Да, да, скорее всего так и было. Я прям помню, как я на парах это читал. Причём даже, когда мы уже предзащищали диплом, у нас были предзащитные консультации. Вот это всё. Я помню, я сидел, читал ещё какое-то там первое или второе издание WordPress Missing Manual. Прямо вот это было в последний год. Я про Друпал книжку читал, про JavaScript, про PHP. Много всего было прочитано от Орайли. Причём, в основном, на парах. Ну, дома тоже. Ну, да. Смешно было. Ну, нам разрешали с ноутбуками сидеть на парах. Не на всех, конечно. Да, кстати. Но на многих разрешали. Поэтому можно было беспрепятственно читать, смотреть. И всё было очень хорошо. Поэтому... Кстати, к слову о книжках от Орайли. Всё же у нас. Вот меню. Навигация по паблику. Все книги здесь. Опять же. И тут вообще... То есть тут тоже читать, не перечитать. По всем вообще темам, которые вы можете себе представить. Я думаю, если люди вот туда зайдут и хотя бы что-то прочитают, им Adobe Muse уже точно не понадобится. Да. Скорее всего. Потому что, ну, это смешно. И вот прям никогда не надо недооценивать книжки. Они намного лучше систематизируют знания, чем любые видео, скринкасты и так далее. Ну, кроме наших скринкастов. Они потрясающие. Мне кажется, и запоминается лучше просто такая информация. Конечно, сейчас скажут кому как, да. Но просто видео информация... То есть у нас нет времени читать книжки. Нам нужны best practices здесь и сейчас быстро. Ну, ребят. Тогда ничего фундаментального вы, скорее всего, не сделаете. Поэтому, ну, всегда нужно отдачу максимальную. Чем больше вы... Закон сохранения энергии. Чем больше вы времени чтения потратите, тем более вы вылизанный, грамотный и bulletproof на будущее продукт выкатите, сделаете. И будете понимать принципы, как он работает. Сможете его быстро фиксить, поддерживать. В принципе, получать еще и от этого удовольствие. Так это же, наверное, как с обычной книжкой, да? Или ты читаешь полную версию книжки, да? Или ты в сокращении прочитал, вообще ничего не понял, удовольствие не получил. Ну да, ты как бы, грубо говоря, сочинение смог написать? Да, да, сочинение смог, 4 поставили, как бы. Да, да. Но осадочек остался. Но у тебя ни хрена в башке не осталось. И в следующий раз тебе нужно будет заново читать это в сокращении. Ты детям ничего не расскажешь еще. И во-первых, детям. И во-вторых, тебе похожие произведения того же автора тоже придется читать в сокращении. А так ты мог бы, зная его стиль и так далее, ты бы и больше удовольствия получил от следующего. Да, да, да. И вообще, ну то есть, ну, это... В общем, поностальгировать у нас удалось. Ты мне сейчас прям напомнил, что я в гуманитарной школе учился про чтение, про вот это. Я прям захотел. Я прям захотел. Ну окей. Переходим к следующей теме. Давай. Ты открой, я не... Ты открой, я открой. Да, Apple у нас тема. Apple Bot. Внезапно выяснилось, что Apple сделали своего поискового бота. То есть, это не значит, что у них есть свой поисковик, хотя по факту есть. Потому что вот эти Spotlight Suggestions, которые везде теперь включены и в ОСТН... Это какие-то подсказочки, что ли? Вот, вот. Вот, здесь и поиск Spotlight. А-а-а. Я просто это отключил еще, ко всему прочему. Ну ты, чтобы не разрешал обонарей. Я, естественно, да. Оно еще и здесь. Вот я когда жму на... Давай, ладно, я продемонстрирую. Подожди, а кроме Mac OS, это есть на iOS? Да, когда ты делаешь просто вверх на рабочем столе. Понял, но я тоже этот... Вот на телефоне это точно отключил. Ну вот я везде это отключаю, потому что нахрен. Вот, поиск. Включить предложение Spotlight. Так. Это оно и есть, да? Ты еще знаешь, где включать? Ну так я же знаю... Э, а че не включается? Ты че-то там нажимал модное? Ну подожди, модный. Путин. Включить быстрый поиск, в производстве загружать, показать избранное. Может быть, их еще надо просто в настройках системы включать. Короче, ты выпилил подкоин. Да, в общем, я избавился от этого, но кто-то этим пользуется. Ну и Siri, естественно, использует. Черт, я закрыл. А, нет, не закрыл. Вот он. Siri тоже пользуется этой информацией. То есть, на самом деле, Siri, она, как мы знаем, бингоет. То есть, из бинга берет информацию, не из гугла. Но, в том числе, вот этот Apple-овский бот, он тоже обходит все сайты. Причем, я так понимаю, не просто все, а в основном, которые еще Siri находит. То есть, первый раз кто-то нашел, Apple-бот туда прошел и так далее. То есть, дополнительно какую-то мета-информацию собирают, как часто там это смотрят и так далее. Он чтит robots.txt, чтобы вы понимали. User-агент строка будет включать в себя Apple-бот. То есть, ну... Надпись. Да, да. Mozilla, вот 5.0, Macintosh, Apple WebKit, Apple-бот. Вот это классическая длинная строка. Ну, видимо, он через WebKit ходит, да. То есть, собственно, другого мы и не ожидали. Ну-ка, кстати, а какой здесь, вот в этом Safari WebKit? А никакой, просто версия Safari. Ты уже не должен знать. Да, да. Так вот, вещи, которые вы для Google-бота пишете, Apple будет тоже учитывать. Так. Вот такая вот информация. То есть, она даже и не про Apple, а про то, что, в принципе, у Apple есть свой поисковый робот, который тоже индексирует всякое. Возможно, они будут только улучшать вот этот Spotlight. Возможно, они уже купили домен Spotlight.com, который тоже будет предоставлять веб-поиск. Не знаю. То есть, будут ли они повторять путь Google-а или уже это сложно, невозможно. Хотя, я думаю, с их деньгами все возможно. Ну... И с их юзер-бейзом. То есть, со всеми людьми, которые уже на iPhone-ах, на Mac-ах сидят, можно очень выгодно стартануть. Ну, конечно. Просто везде сделать по умолчанию поиск в Spotlight, допустим. Вот это да. Но вот они, грубо говоря, просто улучшают свой сервис. То есть, своими дополнительным сбором мета-информации и прочих вещей, они делают более точным и независимым свой сервис помощников вот этих и так далее. То есть, ну, все же ждут Siri на OS X. Причем, возможно, она уже есть. Я ее, опять же, отключу, чтобы не разряжалось ничего, как, собственно, и на телефоне. Угу. Но наверняка, если нет, то делают. Как вот Cortana, она же тоже сейчас у Microsoft везде будет. Да. В Индии, в телефонах, в браузере, в новом Microsoft Edge, о котором мы неделю назад говорили. Так что вот такая вот... А ты-то под каким заголовком увидел вообще вот этот About Apple Bot? В Твиттере кто-то просто написал, вау, у Apple есть свой кроулер, есть свой поисковый робот. Понятно. Я такой думаю, вау, ну-ка. За шоу вот эта статья была по ссылочке. Ну да, прикольно. Что следующее? Дальше про Google Services. А, ну да, ты начни, и потом вместе разобьем эту тему. В общем, у Google очень много сервисов сейчас закрывается. Конкретно мы будем говорить про PageSpeed Service, да, он называется именно? Да, да, так точно. Да, но они закрывают уже все, что они пробуют, они закрывают. То есть начиная от Google Reader, хотя, может быть, начиная еще раньше, я не знаю, что они там еще закрывали. Google Buzz точно закрывали. Google Buzz вот это с фидами, да? Который был типа, да, типа Твиттера. Он прям при нас стартовал, там, в 11-м, в 10-м, не помню когда. И хоп, они его в итоге тоже закрыли. То есть они, в принципе, в своей истории очень много чего пробовали, закрывали. То есть, ну, ничего в этом такого сверхъестественного нет. Да, и вот PageSpeed Service. Значит, это сервис, который, я так понимаю, CDN-ка. Ну, не только CDN-ка. Не только, да? И DNS-прокси-сервер, и просто прокси, которая там кэширует, сжимает и отдает уже твоим пользователям все лучшее. Как детям. Да. И они, видимо, решили, во-первых, сократить расходы, как минимум, потому что у них есть офигенные конкуренты там. Ну, Cloudflare, по-моему, он сейчас на коне. И не только они, много CDN-ок всяких, облачных сервисов. Они пытаются как-то сконцентрироваться на чем-то одном. Свой, видимо, Google облако развивают, потому что... Ну, они как этот, Odesk, который решил сконцентрироваться только на IT-фрилансерах. Вот они решили только на облачных вычислениях. Только на бабках решили сконцентрироваться. Видимо. Хотя у них там тарифы не такие, чтобы уж это все прям прибыльное было. То есть, чтобы вы понимали, до сих пор все облачные дела, они убыточные. Ну да, да. Все еще пока просто отнимает рынок и все еще не устаканиваясь. У нас сейчас лихие времена, если угодно. Достаточно дешевые облачные вычисления, и вскоре, когда... Когда все перейдет в облака. Да, они вжарят прям по нам, по самому я не хочу этого. Да, согласен. Ну, короче, они закрыли, поэтому не вжарят. PageSpeed Service, точнее, не вжарят точно, а вот своим этим всем Google Drive возжарят, да? Ну, для тех, кто испужался, по-прежнему некоторые хостинг-провайдеры захостили вот этот PageSpeed. То есть, как можно Gmail свой захостить, можно захостить PageSpeed, то есть там все настроить, накатить тоже Proxy и так далее. Как Pirate Bay можно захостить. Ну, практически, да, то есть чтобы работало. Ну и модули для веб-серверов, то есть Apache, Nginx и Ease. Это все осталось. Я помню, всегда хотел поставить на Apache модуль вот этот PageSpeed. Все все время говорили, что он такой шикарный. Но всегда это было, грубо говоря, шарит хостинги, нигде его нельзя было поставить, все мне говорили, пошел ты нахрен, но мы не знаем, что это и так далее. А теперь мы уже на Nginx работаем. А там, чтобы поставить этот модуль, надо не просто накатить модуль, надо пересобрать весь Nginx, перекомпилировать. Именно под вот эту штуку? Вместе с, да, с Google PageSpeed. То есть там нельзя, он не очень модульный, он монолитный. Чтобы к нему подключить что-то новое, нужно весь Nginx пересобрать и новый включить. Поэтому у меня все руки никак не дошли это сделать. И не дойдут теперь, да? Я уверен, что дойдут, когда я доделаю темку, потому что все сразу сделают, будут просто молниеносные сайты, будут там... Ну, это же и есть от названия PageSpeed, то есть от их вот технологии. Да, да, то есть они свои технологии просто растиражировали. Ну, это, собственно, давно было. То есть они именно свою, вот свой облачный сервер приостановили, а все остальное, оно будет продолжать развиваться, потому что оно чуть ли не опенсорсное. Ну, а патчевский модуль точно опенсорсный, про Nginx понятия не знаю. На IIS, кстати, он платный. Какие-то чуваки подсуетились и спортировали на IIS майкрософтовский вот этот модуль, то есть, ну... Ну, что, давай тогда к нашему блоку любимому. Да, наш любимый блок про Wordpress. Wordpress. Так. Нам спрашивают на ВК. Все относительно, пишет Алексей Поливанный. Относительно и относительно. Ну, давай. Спрашивают. Дима Минко, наш любимый подписчик. Недавно обсуждали тему о том, как сильно хотят... А я, кстати, мы даже это и зачитывали неделю назад, то есть мы анонсировали, что будем говорить про Layers. Угу. Ну, зачитаю еще раз. Недавно обсуждали тему о том, как сильно хотят внедрить использование кастомайзера в разработке тем. Думаю, Layer VP сделали неплохой пример по использованию кастомайзера, да еще и бесплатно. Тема не новая, но ее сейчас активно продвигают. Думаю, стоит внимания. Объясним, почему активно продвигают. Ну, во-первых, да, потому что она действительно использует кастомайзер, и сейчас под это дело можно очень хорошо выстрелить, что типа те готовые решения, которые уже есть с кастомайзером, их сейчас будут все приводить в пример, и это хороший такой пиар. Угу. То есть, да, спасибо за предложение. И Сергей Демин тоже самое пишет. Хочу знать ваше мнение по поводу этого. Вот вам для сравнения. Кидает плагин Visual Composer, платный с CodeCannon. Я об этом отклонять пока не буду, я его так и не слил. Ну, собственно, я его уже и пробовал, но пусть будет. Ха-ха-ха. Да, я уже говорил, что будет, будет вскоре видос. Вскоре, не вскоре, я обещать ничего не буду, потому что здесь постоянно какие-то дела возникают. Когда-нибудь будет видос про сравнение пейдж-билдеров для WordPress вообще разных. В том числе будем про Layer VP говорить, и про Visual Composer, про Beaver Builder, и вообще про все. То есть, поэтому я это и схоронил. Так вот, что касается Layers. WordPress, это бесплатный билдер, который основан полностью на кастомайзере. То есть, он весь такой, как это сказать-то, наглядный. То есть, причем, например, Build into WordPress not on top. То есть, не поверх WordPress, а встроен в WordPress. Но нет, это тема. Поэтому все-таки он on top of WordPress сделан. То есть, всегда, так говоря, над WordPress тема, а над ней там Child. В смысле, это не плагин? Это не плагин, это тема, в том-то и дело. То есть, как Genesis. Да, то есть, как Genesis, только не Genesis, а обратное. А я здесь, у него документации нет, как таковой. А тут все есть. А тут, наоборот, все мышечкой. Подожди, а я должен Child тему, получается, чтобы использовать эту штуку? Ты можешь прямо ее хреначить? Просто ее использовать, полностью ее настроить под себя. То есть, у нее много, как бы, настроек. Ну, сейчас посмотрим, тут есть демочка. Так, хорошо. Вот, но Child тему можно писать, отвечая на твой вопрос. Дополнять функционал, если ты крутой. Ну, тут, типа, у них инновационный дизайн. Все супер понятно, супер удобно. Build pages using widgets. Ну, тут именно, я надеюсь, используются их виджеты. То есть, они просто интерфейс скопировали из WordPress виджетов. Потому что, ну, просто виджетами использовать. Тоже в некоторых темах такое есть, премиумно. Да, кстати. Это худшее. Vue changes instantly. Там, супер, на Backbone, видимо, все сделано, как и сам кастомайзеры. Уникальный дизайн бар. Ах. Уникальный дизайн бар. Ну, супер просто. Design for mobile. Понятно, я все это адаптивно. Иначе, нахрена я не здесь. Preset layout. I love you to get a head start with an intimidation of a big blank canvas. То есть, есть несколько готовых уже шаблончиков под лендинги. Пресетов. Пресетов. Пресетов, да. Да, если вы вдруг не хотите прям супер с белого листа начинать. С чистого листа. Да, да. Create robust responsive designs that look incredible on biophones and tablets. Ну, я просто маркетинговый текст. У нас все круто, у нас все круто. Мы поддерживаем Vue Commerce. Посмотрите демочки. Несколько. Ну, давайте посмотрим вот Sunset Coffee. Тебе понравился этот? Ну, просто... Ты просто его открыл. Я бы сейчас выпил кофейку, поэтому, да. Ну. То есть, вот такой вот лендинги. Все, visit our case. Туда, как обычно, кнопочки, чередующиеся картинки и текст слева-справа, футер. Все, круто. Мы бы могли вот это на One же сделать, да? Конечно, мы могли. То есть, на самом деле, это... Фактически, это ничем не отличается от других премиум тем. Но, причем, самое что главное, многие премиум тем уже давно используют кастомайзер так же по полной, как это делают Layers. То есть, они просто подсуетились. Они маркетят сейчас по полной. У меня такая же игрушка есть. Да, кстати, да. У всех у нас в России. Она еще должна быть горелая снизу. Так ты же видишь, что тут черное пятно как раз горелое, понимаешь? Они как будто ко мне на кухню залезли. Ну, они, видишь, в Африке, чуваки. Вот эти чуваки, которые делают Layer VP, их зовут O-Box. И они с 2009 года делают премиум темы, на самом деле, и плагин. То есть, у них много вообще всякого, и они за этот счет пиарятся. Они сделали этот инструмент очевидным для себя, поэтому он, собственно, и бесплатный. И наверняка у них внутренних надстроек для него много, которые они, может быть, будут продавать, может быть, не будут. Но я просто к вопросу о модели их монетизации. И, и, внимание, мы сейчас перейдем к демке. Я просто, чтобы вы весь бэкграунд понимали. Если посмотреть новости у них на блоге, то как раз 30 апреля они с Envato эксклюзивное партнерство заключили. С Team Forest, с Code Canyon. Что у них можно прямо отсортировать по тому, поддерживает тема Layer VP или нет. Так. Сейчас покажу, как это выглядит. Это выглядит вот так. То есть, здесь в Compatible Width можно Layer VP выбрать. Понимаешь, да? Наравне с Bootstrap, с Vukomers. Нифига себе. У тебя есть Layer VP. И даже у некоторых тем есть вот такой значочек, что типа она прям поддерживает. Да, но это O-Box, это их тема. Короче говоря, они форсят продажи своих тем. Понял схему? Схема классная, на самом деле. Схема шикарная. Потому что кто, кроме них, лучше сделает тему для их же фреймворка? Ну да, только что-то мало у них продаж, у каждой. Вот я смотрю. Потому что они их только что запустили, потому что до этого они продавали на своем собственном сайте. То есть вот O-Box Themes они продают не на Envato, они продают прямо здесь. Так, где? Themes. То есть тут, видишь, они здесь их продают от 80 баксов. И полный пакет за 300 баксов продают, как обычно. То есть, а теперь они на Envato перешли под вот эту тему, что сейчас кастомайзер все форсят. У нас самый лучший кастомайзер. Покупайте наши темы еще и на Envato. Я уверен, мы сейчас через месяц зайдем, у них будет тысячи уже продаж. Ну да. И они будут по мистеру Бернсу сводить пальцы и говорить, эксцеллент. Просто понимаешь, эксцеллент. Они, получается, у них модель наоборот. То есть обычно, знаешь, ты сначала разбогател на Envato, потом решил, когда прославился, решил деньги зарабатывать сам у себя на сайте. А тут они у себя на сайте ничего не смогли, видимо, родить. Заключили с Envato вот эту штуку, сделали лэйр и там, видимо, сейчас будут уже бабки по полной грести. Ну, они, я думаю, у них маркетологи все проанализировали. Ну, нет, понятно. Поэтому... Они в накладе не останутся, не переживай. Лофт, кстати. Вопрос о трендовых названиях и лофте повсюду. Ну, давай дальше по WordPress. Не, подожди, ты дальше демочку еще посмотрим. Я не смотрел еще. Это премьера. Я прям просто дал свою почту, мне прислали вот хрень. Welcome to Layers. Давай. Let's get started. Давай. Ну, меня здесь учат, что все через кастомайзер. Building Payless. Как все через жопу? Да, да. What is the name of your website? Мне лэйр демо нравилась, я не знаю, что ты начал. Я хочу Uweb, не могу одной рукой печатать, дизайн, дизайн подкаст. Вау. Next step. Editing widget content, то есть можно добавлять виджеты на home page. Все через кастомайзер, да? Да, все через кастомайзер, конечно. Тут причем все видосами сделано, то есть тут 10-секундная хрень, которая тебе показывает, как это делать. Можно быстренько посмотреть. Мы смотреть не будем. Just another try layers for free site site. Так, это что мы вводим? Это description. Окей. IT-подкаст from Челябинск. Челябинск. Так, окей, Челябинск. Next step. Кастомайзинг виджет. Каждый виджет можно кастомизировать вот с помощью инструментов еще дополнительных. Would you like to add a day your logo? Да, не будем ничего добавлять. Да. Есть уже пресеты. Да, да, да. Как мы говорили. И blank. Да, blank. В конце. Ну давай, пусть будет application. Похрен. Это в смысле не сам web application, а реклама application. Так, все, они там create-нули, done. И нас сразу вместе с кастомайзером открывают. Да, да, да. То есть, к вопросу о том, как вот в этом узком кастомайзере что-то реализовать. Вот дерьмово как-то, мне не нравится уже, но допустим. Подожди, ну давай header. Please remember, this only a demon will be deleted. So have a quick try if you like, then download the full version. Edit layout. Так. Так, что можно сделать здесь? Ничего, header. Все здесь. Home page body slider. Вот здесь открывается. Можно новую картиночку закинуть. То есть, это паттерн. А смысл, вот если ты здесь все равно что-то изменяешь, у тебя вот это окно, оно закрывает вообще все, что можно. То есть, грубо говоря, это как ты все равно что в менюшке бы там изменял, и там ты не видишь, тут ты не видишь, тут у тебя все перекрыто, там перекрыто. Я понимаю, что здесь ты нажмешь close, у тебя все видно будет. А там надо там перезаходить, перезагружать страницу. Ну, ну короче, как-то все равно. Зато ты уже в замочную скважину смотришь. Это надо на большом мониторе еще делать все, более или менее. Ну да, может быть. То есть тут слайдер, я даже, я не знаю, это сейчас жутко унылый видос получится. Вы поняли, можно сделать до хрена всего. Как обычно. Все это работает в кастомайзере. Это лучше будет, чем Adobe Muse? Я буду продолжать спрашивать. Наверное, да. Я надеюсь, они хотя бы семантически как бы теги сохраняют. То есть давай как-нибудь, как выйти там нахрен, сука, лапс. Ты хочешь посмотреть коды? Да, хочется чуть-чуть посмотреть. Как минимум, сколько аж одиночек. Вот сколько аж одиночек на странице? Одна. Причем в CSS. Ну ты посмотри, да, сколько тут текст. Скрипт, тайп, текст, html. Это что, простите? Это те самые веб-компоненты html. Я вот как бы не очень разбираюсь. А, подожди. Или... А, мы все еще в кастомайзере находимся. Надо выйти с него, господи. Блин. Review this page. Вот. Вот. На самой странице посмотреть. Так. H1... Нет, не здесь. Инструментики. Вот тут H1. Не найдено. Почему-то нет заголовков. Но... У них V3 Total Cache, кстати, используется. Нифига. Respectos. Секшены. Что в хедах подключено? Пара скриптов, пара CSS-ных кусочков, куча всякого дерьма еще. Ну, это, может быть, и для demo purposes. Ну, тут, собственно, все jQuery разные подключены. Ну, короче говоря, я думаю, лучше, чем Adobe Music, как минимум. Это да. Поэтому вот так вот получается. Ребята пиарятся, и мы правильно делаем. Пусть работают, молодцы. Хотя, конечно, я бы не хотел, чтобы все вот этот сраный кастомайзер в массы несли. Который, кстати, у тебя вот следующая тема так и называется. Про сраный кастомайзер. Ну, она называется не так. Там про то, что вот нам на VpTever сообщают, что чуваки из ThemeCraft написали, как они все свои темы переводили в кастомайзер. Зачем они эту боль вывалили на нас? Видимо, хотели. We did the rework already. Тут причем новость от 5 мая. И, возможно, уже у них еще лучше все произошло. Ну-ка. Куда уж лучше-то, я не понимаю. Ну? Непонятно, что у них здесь происходит. Зайдем на VpTever, там все нормально расписано. То есть вот такая у них была ссылочка с... Мы, по-моему, это показывали неделю назад. Я вижу первый раз, какой тут страш лично. Короче говоря, у них досвидос был по настройкам. Очень много, да? И надо было как-то это перенести в кастомайзер. Вот они перенесли. Вордпро... Вордпрос. Понял, да? Вордпрос. Вопрос по поводу того, круто это или не круто, остается открытым для подписчиков. Пишите, что думаете. А что вот в статье это круто или не круто говорят? В статье они пишут, что у них некоторые темы были реально на WordPress.org. То есть, а это же теперь, как тебе сказать... Это мерило. В смысле, это не мерило, я имею в виду, это условие теперь. Чтобы попасть на WordPress.org, ты должен кастомайзер использовать. А, да, да. Если нет, тебя в яму скинутся. Словами это WordPress.org. Это кастомайзер. Да, это кастомайзер. Ну и, короче говоря, они писали, что ладно, окей, ладно, окей, но нам не очень понравилось. Задумайтесь об этом. Или вы, типа, делаете, подчиняетесь, или на своем сайте свои темы раздаете, продаете и на гитхабе. О бэй. Поэтому, короче говоря, они предпочитают думать, что сильно за WordPress.org это не выйдет. То есть, очевидно, будут чуваки, типа, вот этих лейер ВП, которые проспекулируют на этом и поднимутся неплохо. Но вот сами они предпочитают думать, что не так уж сильно все изменится. In the wild, что называется. Понятно. Ну, как бы, будем на это надеяться. Новая волна XSS уязвимости в продуктах от Automatic возникла в плагине Jetpack, известном, и в теме 2015. Не устают ребята из компании Sukuri находить уязвимости в сурсах. На этот раз в Genericons, который используется вместо Dash Icons, вот, у Automatic, там нашли уязвимость, там, индекс HTML лежал, и через него можно было зайти, там, все, досвидос, на сервере порушить. Во-первых, кто не знает, до этого еще была куча XSS уязвимостей в других плагинах, в очень популярных. Да, во всех, которые использовали ADD query arg функцию и не эскейпили перед этим линк, который передаете туда. Потому что думали, что сама функция эскейпит, ни хрена она не эскейпит. Причем, знаешь что, мне кажется, это блок, блок не то, что мы, как бы, говорим, что WordPress уязвимый и все такое, это блок для тех, кто, мы напоминаем, что нужно обновиться. Ну да, тут и сразу же, следующая новость, что WordPress 4.2.2 вышел, который тоже это все фиксит. Так. Critical security release. Но давай поговорим о другом аспекте. Как-то внезапно это все сразу произошло. Навалилось? Да. Я не знаю, это страшно, на самом деле, когда так все наваливается, особенно если ты директор. Чего директор мира? Automatica? Да. Да, это вряд ли. Во-первых, это пиар, все равно про WordPress все теперь говорят. Ну да, с одной стороны, только в худшем ключе. А в лучшем в том числе, они сразу же фиксят, в тот же день выходят фиксы. И все вот эти мифы о том, что WordPress это одна большая дыра, они развенчиваются, потому что была дыра до всплыла, причем в течение суток, и все. И типа, круто, престиж растет, что чуваки из WordPress ищут у себя уязвимости, находят, фиксят и делают лучший мир. А потом у тебя вместо мобильной версии на AliExpress передарисовывают. Да, да. Ну так вот, на самом деле, здесь два, может быть, аспекта. Первое, заговор, второе, халатность. Как, собственно, и во всем. Ну. И заговор, это Сукури уже очень давно нашли все эти уязвимости. Они сейчас там готовились, меняли свой сайт там и так далее. И теперь все это вывали, и у них жесткий пиар, потому что везде прямо написано, что именно Сукури это все нашли. Угу. Хотя, казалось бы, на самом деле, чем они занялись, это открыли сурсы и начали косяки искать. А тем, кто угодно мог заняться, но только они занялись. Поэтому, ну, молодцы, чем можно сказать. А халатность, это, опять же, просто много Сукури начали работать с WordPress-овскими сайтами, начали это находить, потому что к ним стали обращаться, что, типа, вот нас взломали. Они, хоп, посмотрели, так вас взломали через ту дыру, которая еще у всего остального миллиарда золотого, который пользуется WordPress-ом в мире. И поэтому они начали просто по-добрюнькам это все выкладывать, рассказывать, фиксить. То есть, халатность разработчиков WordPress. Ну да, но, как бы, пиар осмысленный, чуваки работают реально. То есть, если ты к ним, я думаю, если ты к ним обратишься, они тебе все засукурят. Само собой. У них там и плагин свой они ставят, и просто консалтинговые услуги предлагают. Угу. Это не реклама. Переходим к следующей теме. Газет Т. Free WordPress Magazine Synchron Automatical. Так. Мы, был у нас какой-то период, такой, как у тебя в восьмом классе, так вот, у нас год назад, или я не знаю когда, да, когда мы каждый подкаст с тобой смотрели какой-нибудь сайт. Так. Как сейчас модно говорить, линчеваль. Линч у нас был тут. Ну давай, сейчас тоже. Вот. Ну и тут темка. То есть, Automatical, кроме вот дефолтных тем, типа там, 2015, 2014, вот этих вот, вы поняли каких, они и другие темы делают. Они все в основном говно, к сожалению. Ну и это тема... На вид или на вкус? На вид, на вид. И эта тема не исключение. Но она хотя бы от них чуть-чуть... Это чуть другое говно. Ну давай. Давайте безотлагательно перейдем к демочке. Где у нас демочка? Live demo. Короче, кто не видит, кто слушает в метро, опять же, потом посмотрите отдельно. Хотя смотреть не нужно. Тогда не смотрите. Да. Долго как открывается. Слушайте, прям я бы сейчас писал в комментариях, вы чего, сайт долго открывается. А почему, кстати? Да как обычный, ютюбный какой-нибудь этот, айфрейм. Ну, на самом деле, я так скажу, я же тот еще параноик. Ну. Поэтому у меня бука через 100 DNS-ов выходит в сеть. Угу. Не через гугловский, не через провайдерский, а через другой, чтобы никто не узнал, откуда я выхожу в сеть, когда... Да. Поэтому сейчас... И поэтому WordPress.com, он плохо к этому, ко всему относится и может долго открываться. Ладно, пока посмотрим скрины. Хотя я тебе же уже показывал сегодня демку, она работала. Да я сам открывал у себя. А-а-а, видишь, это ты у себя открывал. На твоем же, на твоем. Черт, ну ладно, я пойду у них на поводу, отключу DNS-скрипт, тем более, что адреса я уже получил. Сейчас должно ничего не измениться просто. Ну, что-то должно измениться. По крайней мере, сайт MediaTempl начинает открываться, когда я это выключаю, потому что так он не открывается. В общем, суть в том, что у них здесь вот такой вот хедер, это типа меню. Угу. Вот эти шесть шашечек, блиточек, которые... Да кихрена не открылось, он только тайтл подгрузил. Ну давай, я сейчас закрою эту вкладку и открою его заново. У нас классические проблемы из-за того, что мы пишем вживую, как бы, да. Так. Скролл даун, да. То есть это навигация, и она при скроллинге просто в обычный навигейшн бар превращается. Ну что-то какая-то беда. Это, возможно, уже беда у них, а не у нас. Угу. Чем... Какая самая главная, отличительная особенность? Безненри блок, то есть не классический блок с сайдбаром, а всё-таки вот так в три колоночки, ну и вы поняли, там, они подтягиваются друг за другом. Так это же уже сто тысяч лет делают, все кроме автоматика. Да, все кроме автоматика. Вот они тоже переходят, то есть у них вот... Тут задизайнил какой-то чувак, Томас Гилот, то есть он, видимо, до этого у них дизайнер те же люди, которые и делали темы. Ну, собственно, да, это и ни для кого не секрет, у них есть здесь релейтед? Чё, ты хочешь про другую тему? Они же часто публикуют, вышла новая тема от автоматика, но мы никогда об этом не говорим, потому что они все просто рвотный порошок. И нету здесь, ничего нету. Обычно там какая-то тётка старая эти темы делает, мы с тобой даже чуть ли не обсуждали одну или две. Да-да-да, чё-то было, чё-то было. Ну, ага, значит... Всё плохо у нас сегодня. Значит, просто это обычная стандартная тема, её можно на WordPress... Пробуем открыть на theme.wordpress.com.themes.gazette. Газette. Есть? Нет? Ну, WordPress.org её уже можно скачать, использовать, да? Да. Ну, всё, не будет кино. Да бог с ней, как будто... Короче говоря, ну, тема и тема, просто она действительно, они чуть-чуть перешли на новый уровень в дизайне своих тем, причём в визуальном. С точки зрения юзер-экспириенс, я даже не сразу понял, что это меню, к сожалению. Потому что там ещё, видишь, написано два комментс. То есть это вроде меню, вроде посты, хрен пойми. Понятно. В общем, они как бы перешли, но теперь ещё чувака по юзабилити нанять и вообще хорошо будет. Да, и будет всё в порядке. Хотя, ну, 2015-то нормально, но хотя чё там может быть ненормально, там нет ни хрена. Да. Сайдбар и контент, всё, больше вообще ничего нет. Поэтому, да, чувака по юзабилити можно. У меня здесь написано, что нам ещё что-то спрашивали на ютюбе, надо ответить. Давай, посмотрим. Ребят, есть в планах записать какие-нибудь курсы по WordPress PHP? Классический вопрос, а этот, ну... Art.iGanzas спрашивает. Есть. Но дело просто в том, что ничего не будем обещать. Это есть в планах уже год или больше. Да, поэтому... И есть уже даже возможность это сделать. Уже даже есть много наработок, всё подготовлено. Надо только записывать, сидеть. За это денег не дают, поэтому надо немножечко... Ну и возвращаясь к нашей ностальгической теме, можете пока на Трехаусе посмотреть. У нас, конечно, будет в 10 тысяч раз лучше и на русском. И на русском. Но там тоже круто. Переходите по нашей реферальной ссылке, тогда будет ещё круче. Да. Так, и нас спрашивают ещё на ВК. А большинство ваших скринкастов, в скобках нет возможности посмотреть все, пишите с мака. Почему бы вам не записать видео о ваших инструментах на Винде, спрашивает Main Loaner. Наш единственный инструмент на Винде это Steam. И про него мы записываем на другом канале, ссылка в описании. Нет, подожди. А он хочет... Он хочет, что, инструменты? Инструменты на Винде. Мы не работаем на Винде. Не, ну, понимаешь, мы классические инструменты, которые мы можем сказать, как обычно. Это Prepros и Brackets, которые, опять же, есть и на Mac. Да. Grand Gulp, которые тоже есть везде. Да, да. То есть... Sublime Text и вперёд. Я не знаю... Photoshop и Illustrator. Это всё мультиплатформенно. Разве что коды нет и CodeKit, но для них можно использовать open-source редакторы и Prepros. То есть, ну... Или Grand Gulp, опять же. Я думаю, те, кто нас смотрит с Винды, они отлично понимают, что они делают. Они уже приспосабливаются. И зачем они это делают? Они в ноутпад плюс-плюс пишут. Дай бог. Да, и на вкусненькое оставим... Комменты с iTunes? Комменты с iTunes, наш любимый. На каком мы сейчас месте? Просто хочется знать. Я вчера смотрел примерно где-то в сороковых. Не-не, сейчас. Я сегодня смотрел, были в двадцатых. Уже... Уже... Уже в сороковых. Но были в двадцатых. Ну, окей. Или что? Или это заговор? Да не знаю, ты можешь нажать, как обычно, на главную. Мы же там есть на главной. Согласен. Можно сделать на главной. Но были. Что-то изменилось. Так, а как главную нажать? Вот тут, да? Так. Вот мы и тут, и там. Мы вообще везде. С моей популярностью у... У позапрошлого. Самая популярная всегда пять идей для Apple Watch. Почему? Видимо, потому что iTunes. Потому что мы в iTunes находимся. Здесь как бы другое заходит. Новый отзыв. Петра Заводки спрашивает. Точнее, пишет. Так. Лучше анонсы смотреть в соцсетях. Через слова бы длятина. Уши вянут. По содержанию, не программирование, не дизайн. Не о программировании, не дизайн. Без запятых, без О. Я бы подумал, рассказывать не умеют. Но на сайт зашел такая же печаль, что верстка кривую. Что дизайн убогий. И отценс на главный. Вывод. Рано мне такое слушать. С своей неустойчивой психикой. Может, через годик вернусь, когда качество подкаста подрастет. Возможно. Мне нравится, что тайтл ни уму, ни сердцу. Вау. Я не замечаю тайтлу почему-то. Знаешь, что, короче, я тебе хочу сказать. Что? Я вот, знаешь, как к этому отношусь? Мне, я как в этой, в начальной школе. Мне вот дают пять звездочек иногда, а иногда одну звездочку. Это как бы тоже хорошо. Это подстегивает. Я на дневничок себе наклеиваю одну звездочку, а не пять просто, и все. Потом, когда ты пять одних звездочек наклеишь, будет да. Да. Но мы посмотрим, что Петро Заводки. Мы же любим смотреть, что еще. Да, да, да. Ему нравится приложение Google+. Особенно нравится синхронизация фото. Он немного хворий виродок, понимаешь? Подожди, ну просто синхронизация фото, это, конечно, самое сложное. Это лучшее. Это лучшее, что есть в приложении Google+. Кроме того, что это говно. Да, да, да. Кино Макс было. Приложение не работает. Выбрать места невозможно, так как сайт больше окна приложения. Мусор. Это он обращается к кому-то? Я не очень понимаю. Я с него. Он уже следующее когда-то пишет. Причем он это полностью продублировал и в заголовок, и в тело. А, ну, все нормально, в общем. Не, мне нравится. Оставляйте, пишите свои комментарии, поставьте звездочки в iTunes. Да, обязательно ставьте. Какие чувствуете? Не ставьте пять звезд, если вы не хотите ставить пять звезд. Если на две мы наработали. Главное, пишите что-нибудь поржать, потому что это круто. Это прямо интересно. Сегодня наш новый подкаст будет здесь же тоже, в iTunes. Ну, все тогда. Надо закругляться. Угу. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Вконтакте, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук. Google+. Ну да. И синхронизация фото там у нас будет с вами происходить. Да, и про iTunes мы уже сказали. Пишите нам отзывы. Это всегда очень приятно. Вообще, всем спасибо за любую поддержку, которая есть. Мы редко это говорим, потому что мы не воспитанные черти, но... И потому что мало поддержки, оказывается. Поддержки. Поддержки мало. Поэтому мы требуем больше. Всем удачного дня. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok